Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Раслана Калашникова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Медикаменты, генераторы, консервы и сахалинские сладости в зону специальной военной операции готовят очередную отправку гуманитарной помощи. Подробнее об этом расскажем далее, не переключайтесь. Искусство, волонтерство и робототехника в Южно-Сахалинске открылась региональная конференция для педагогов дополнительного образования. Что же могут предложить взрослые детям, расскажу я Евгений Коньков. В Южно-Сахалинске начала свою работу международная школа «Диалог с Азией». Сто счастливчиков, а это не только островитяне, но и студенты-представители разных регионов страны погружаются в образовательный интенсив. Какие цели ставят перед собой как участники, так и организаторы, вы узнаете через несколько минут. Сахалинцев, прибывающих в зону спецоперации, обучают ветераны боевых действий. На учебном полигоне офицеры проводят занятия по тактической и огневой подготовке. Курсы предназначены не только для новобранцев, но и для тех, кто уже прошел через штурмовые и оборонительные операции. Подробнее Евгений Коньков. Группа вступила в бой. Деревянные ящики и конструкции из фанеры используются как укрытие. Главное – постоянно менять местоположение, продолжая отстреливаться. Правильно перекладывать автомат из руки в руку, стрелять вслепую, подавлять врагов на ходу, а также взаимодействовать со служивцами. Такие знания закладывают в подопечных офицеры. Потому что тебе придется смотреть сверху. Если он тебя оттуда спалит, он будет сюда стрелять, потому что твоя голова здесь. Стрелять нужно так, чтобы не попасть под ответный огонь противника, объясняет только что прибывшим военнослужащим инструкторы. А для этого необходимо использовать укрытие. Ствол дерева, складки местности, каменные стены, если бой происходит в населенном пункте. Сделал сюда. Оп, отошел, присел. Чик, снизу. Клопнул, понял. Пополнение прибывает на передовую постоянно. Это люди, заключившие контракт с Министерством обороны. Перед тем, как отправиться в ДНР, новобранцы прошли курс подготовки. Но полученные навыки нужно закреплять. Ратная наука – это не только умение стрелять и метать гранаты. Нужно научиться работать в паре или в группе, где у каждого своя роль. Сначала точечно отрабатываем, потом парами, подвойками, потом уже в группы слаживаемся, с которыми работать будем. Назначаем группы. Ребята как бы уже сами нам определяют, кто лидер. Назначаем старшего группы. Ну, то есть и психологическая работа тоже ведется. Военнослужащий с позывным «Хан», хоть и прибыл только что после отпуска, тоже проходит обучение. Обстрелянные бойцы – надежная опора инструктору, который и сам понюхал пороха в окопах на передовой. Новые ребята приходят, знакомишься с ними, общаешься, учишь их тому, что ты умеешь, например, так, как ты находишься, если здесь больше. В среднем на полигоне бойцы проводят от двух недель до нескольких месяцев, в зависимости от уровня подготовки. Евгений Коньков, Данил Паршуков, телекомпания ОТВ. Комплекты последней модификации костюма «Воин» доставили бойцам группировки «Восток». Полезный груз передан островным правительством. Форма обладает ветроизоляцией, повышенными водоотталкивающими свойствами и удобна в применении. От лица подразделений 68-го армейского корпуса мы благодарим правительство Сахалинской области за оказанную гуманитарную помощь в качестве тактических костюмов, беспилотных питательных аппаратов, которые помогут нашим военнослужащим достичь скорейшей победы. Спасибо большое. Помимо спецодежды, на фронт передали несколько десятков беспилотников различных моделей. Они помогут следить за оперативной обстановкой с воздуха и выполнять другие задачи. Тем временем очередные партии груза для военных собирают на Сахалине. Несколько коробок с продуктами питания и медикаментами передали в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» сотрудники УФСИН. Помогать фронту важно, нужно, чтобы бойцы чувствовали заботу, что о них помнят, их дома ждут. И мы все вместе потихонечку приближаем победу. Сотрудники регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний регулярно помогают бойцам. В частности, на базе своих мастерских готовят к условиям фронта внедорожную технику, которую передают различные организации и жители Сахалинской области. Федеральный бюджет на ближайшие три года официально сформирован и принят. В 2025-м его объем составит 41 триллион рублей, в 2026-м сумма возрастет до 44-х, а в 2027-м году почти до 46 триллионов. Предполагается, что увеличиваться будет не только расходная, но и доходная часть на протяжении всего периода. При формировании бюджета большое внимание уделили социальной сфере. По нашей инициативе увеличены расходы на поддержку участников СВО, организацию реабилитации инвалидов спецоперации, вырос детский бюджет. Причем в разы. За два последних года объем средств на поддержку семей с детьми в структуре общего бюджета увеличилось в два раза. Дополнительные средства будут направлены на сферы здравоохранения и образования. Серьезные финансы предусмотрены на развитие Дальнего Востока, особенно субсидирование сельского хозяйства и рыбопромышленного комплекса. Жители Долинска, Стародубского, Сокола и Покровки получили возможность подготовить свои домовладения к приему газа. Исполнение плана до газификации обсудили на заседании регионального правительства. Сахалинцам, которые хотят перевести свой дом на экологичное топливо, покрывают расходы на строительство внутридворового газопровода. Монтаж и подключение оборудования. Напомню, сумма компенсации увеличена до 180 тысяч рублей. Задача, которую нам ставит Валерий Игоревич, в 27-й год, это совершить газификацию Сахалинской области. И вот мы сейчас подписали новую программу газификации с группой компании ПАО «Газпром». И мы видим, что мы укладываем все эти сроки. С начала действия программы социальной догазификации на Сахалине голубое топливо получили более 5300 домовладений. Из них свыше 1200 переведены на газ с начала 2024 года. В Углегорском районе завершили капитальный ремонт сразу нескольких крупных улиц. Модернизация коснулась проезжих частей и пешеходных зон районного центра и Шахтерска. Также покрытие обновили во дворах многоквартирных домов. Владимир Ильин продолжит. Пешеходные зоны по обе стороны дороги, ровные подъездные пути во дворы многоэтажек и к парковкам магазинов. Одна из главных транспортных артерий Шахтерска – улица Октябрьская – изменилась до неузнаваемости. Помимо этого завершилось асфальтирование улицы Интернациональной на отрезке от 7 до 13 домов. Суммарная протяженность модернизированных участков – почти 400 метров. Как вас в целом? Ремонт устраивает? Да, вполне. А вообще последнее время в районе часто какие-то работы именно по асфальтированию ведутся? Ямочный ремонт, дворы? Ну, да, да. Это мое мнение чисто. А где еще вот видели, чтобы новый асфальт был? Ну, ребят, ну, так-то вот где ходишь, да, стараются ребята. Дороги более-менее стали лучше. На дворах ямочный ремонт делали? Да, да. И дорожки пешеходные, и общий вот этот вот широкий настил, хороший вид. Городу вообще созидается Глегорский район, и что касается Шахтерска тоже. В этом году в районе отремонтировали более 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На 700 больше, чем в прошлом году. За два года появилось свыше 8 километров новых асфальтированных участков. Улица Рабочая сделали, подъездной путь к новым домам, там как раз построились в этом квартале новые дома. Значит, по свободной сделали, часть начали, контракт долгосрочный, часть сделали, одну треть дороги. Это переходящий объект, в следующем году будем доделывать. Значит, завершили работу по улице Копасина. Это участок протяженностью примерно 200 метров. Места для укладки дорожного покрытия выявляют члены экспертной комиссии. Срочность ремонта обусловлена несколькими факторами. Трафик движения людей, транспорта, текущее состояние объекта. Учитываются пожелания жителей. Свой отзыв можно оставить в районной администрации. Владимир Ильин, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Как вызвать интерес у ребенка к профессии? И что может предложить школьникам педагог дополнительного образования? Преподаватели со всего региона собрались на конференции, чтобы обменяться опытом и узнать о новых практиках. На конференции дополнительное образование от стратегии к практике. Особое место занимает робототехника. И в первую очередь беспилотные аппараты. От подводных до летающих. Председатель правительства региона Алексей Белик пообщался с представителями компаний, которые обучают педагогов доп. образования в сфере сборки и использования БПЛА. Это важные направления, которые дают возможность детям больше изучать современный мир с новыми технологиями. Это дает возможность детям в последующем реализовать себя с точки зрения профессий. И мы сегодня познакомились с конкретными примерами, когда дети смогли уже в будущем реализовать себя и как актеры театра и кино, и как специалисты в сфере IT. Производители отмечают, что давно работают с Министерством образования региона. Обученные ими учителя потом передают полученные знания школьникам. Педагоги здесь заинтересованностью, конечно, подходят и интересуются, а что нового сегодня есть в мире инноваций для дополнительного образования детей. Хотят внедрять у себя активно. Многим из участников конференции есть, что рассказать своим коллегам. Педагоги считают, что подростки плохо усваивают лекции. Им нужен живой пример. Дети любят потрогать, почувствовать. Также я сама понимаю детей. Я считаю, что им нужно давать меньше лекций, а больше давать им возможность практиковаться. Потому что когда они сами что-то делают руками, это очень важно. Они запоминают, учатся, развиваются таким образом. Правительство области уделяет большое внимание развитию дополнительного образования. В этом году закупили новое оборудование для обучения по 138 программам. Им оснастили школы не только Южно-Сахалинска, но и учебные заведения в районах. В итоге создано более 3000 новых мест дополнительного образования. Евгений Коньков, Юрий Кантомиров, телекомпания ОТВ. Первый чемпионат области по скалолазанию среди школьников в рамках федерального проекта провели в селе Соловьевка Корсаковского района. Подросткам не пришлось карабкаться в горы. Совсем недавно в местной школе установили скалодром. На штурм вертикальной стены с двухэтажный дом выходит по два скалолаза. Их надежно защищает специальная страховочная система. В случае срыва спортсмен не падает, а виснет на веревке. Снизу тоже на всякий случай страхуют. Скалолазание – это экстремальный вид спорта, так многие считают. Но он в целом довольно безопасный, если соблюдать все требования безопасности. Он отлично развивает координацию, все группы мышц заставляет думать. Это как шахматы, потому что участник должен продумывать свои движения на стене и при этом бороться со своими страхами. На первый школьный чемпионат области в двух возрастных группах 7-9, 10-13 лет заявился 41 спортсмен из Южно-Схалинска, Соловьевки и Углезаводска. Им необходимо преодолеть дистанции на трудность по определенным зацепам и скорость. Зацепы здесь все, они видны невооруженным взглядом. То есть, в принципе, человеку сразу понятно, куда и за что цепляться. На скале тебе никто ничего не рисует и никто не помещает светом, за что цепляться, куда ставить. Квалификация – полуфинал с финалом. Так постепенно на двух трассах остаются самые цепкие и выносливые, умеющие продумывать каждый ход. Вместе с мальчишками высоту пытаются брать и девчонки. Научилась вязать узлы и вообще лазить по стенам. Пока вот смотришь на других детей, как-то легко так смотрится. Так страшно. А когда вот начинаешь лезть, ну, как-то страшновато становится. Как-то переживаешь немного. Ну, сорвешься. В итоге победу одержали учащиеся из Соловьевки и пятой школы Южно-Схалинска. На втором месте – Углезаводск. Занимаюсь полгода, нравится скалолазание, потому что развиваются мышцы, силы. Уже в следующем году участники встретятся на региональном фестивале скалолазания, который проходит на Хомутовских скалах. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря. Несмотря на развитие медицины, это заболевание до сих пор остается неизлечимым. Подробнее о том, как обезопасить себя и предотвратить последствия или жить с диагнозом, рассказала главный врач СПИД-центра Елена Ломакина. Елена Аркадьевна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в студии. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему. Расскажите, насколько проблема ВИЧ-СПИДа сохраняет свою актуальность? Растет ли заболеваемость? Какое количество человек в нашем регионе проживает с выявленным ВИЧ и каковы пути передачи вируса? Давайте начнем с ВИЧ-инфекции. Какая ситуация в области с ВИЧ-инфекцией? Среди 11 субъектов дальневосточного региона мы занимаем по ряду эпидемиологических показателей место ниже срединного. На сегодняшний день у нас на наблюдении находится около полутора тысяч человек в целом по области. Конечно же, большинство из них, чуть больше 40%, проживают на юге области, в городе Южно-Сахалинске. А так мы регистрируем ВИЧ-инфекцию практически, ну не практически, а во всех районах области. Какая помощь оказывается и насколько эффективна антиретровирусная терапия? Ну, давайте я все время сейчас буду делать посыл к 90-м годам, к началу, когда мы зарегистрировали первый случай ВИЧ-инфекции. К истокам. К истокам, да, совершенно верно. Тогда мы не располагали никакими лекарственными препаратами. И был один препарат, азидотимидин, и мы лечили одним препаратом, и, конечно же, были сомнения о том, что наши больные могут долго жить. На сегодняшний день мы располагаем всеми современными лекарственными препаратами. У нас на лечении находятся все пациенты, которые нуждаются в терапии, которые хотят лечиться, которые наблюдаются, которые, ну вот, они все получают терапию. Терапия, как правило, состоит из трех компонентов. Раньше лечения люди принимали по 10 таблеток и более. На сегодняшний день схема лечения состоит из четырех таблеток, прием утром и вечером. У нас есть схемы лечения из одной таблетки, куда входит три компонента. Конечно же, если пациент наблюдается, если пациент постоянно принимает лекарственные препараты, мы видим, что у пациента неопределяемая вирусная нагрузка. Это говорит о том, что он не заразен для окружающих. Лекарственная терапия пациентами принимается пожизненно. И врачи следят за состоянием здоровья пациента. Кроме всего прочего, у нас есть лаборатория, которая оснащена современным оборудованием, которое позволяет контролировать состояние здоровья всех пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Эта инфекция стала управляемой с помощью лекарственных препаратов. Те пациенты, которые принимают терапию, доводят вирус до неопределяемого. Каковы возможности выявления ВИЧ в организме? Где провериться? Как быстро? И для чего это нужно в целом? Не всегда симптомы проявляются сразу. Ну, симптомы могут вообще очень долго не проявляться. И мы знаем о том, что пациент, получив вирус, может 7-6 лет жить без всяких проявлений. Провериться можно вообще в любой медицинской организации. Все обследования в государственных лечебных учреждениях на ВИЧ-инфекцию бесплатны. И у нас в области работают лаборатории. Они называются просто клиникодиагностические лаборатории. Ну, просто в этих лабораториях есть оборудование. И мы обеспечиваем эти лаборатории централизованно диагностическими тест-системами. И ежегодно мы обследуем порядка 160 тысяч человек. И это обследование абсолютно доступно для всех. Надо понимать, что ВИЧ-инфекция передается естественным путем. Многие же думают, что ВИЧ-инфекция болеет только потребители инъекционных наркотиков или те, кто ведет такой беспорядочный образ жизни. Нет. В нашей когорте пациентов есть люди, которые совсем обыкновенные и получившие ВИЧ-инфекцию, ну, совсем, так скажем, не всегда имеющие рискованное поведение. А вот пациенты, которые получают уже антиретровирусную терапию, насколько они не опасны для своих партнеров? Нужны ли какие-то дополнительные меры защиты? Ну, дополнительные меры защиты нужны всегда, потому что вирус, мы хоть с помощью лекарственных препаратов подавляем размножение вируса, но бывают разные физиологические состояния, поэтому барьерные средства защиты должны быть применены всегда. Я благодарю вас за беседу, до новых встреч и желаем также только плодотворных, хороших и здоровых будней. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. В Южно-Сахалинске начала свою работу международная школа «Диалог с Азией». Сто счастливчиков, а это не только островитяне, но и студенты-представители разных регионов страны, погружаются в образовательный интенсив. Какие цели ставят перед собой как участники, так и организаторы, вы узнаете через несколько минут. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 30 ноября по 1 декабря пройдут международные соревнования по тяжелой атлетике Кубок Дальнего Востока. Сахалинскую область на нем представят 25 человек. Помимо островитян за медали сразятся 20 регионов России, 10 стран мира. Как проходит подготовка к масштабному турниру, узнаете в нашем сюжете. Василий и Сергей производят туристическое снаряжение. Да, это мы. Хотите выйти на международные рынки? И кому это там надо? Сотням миллионов покупателей на мировых маркетплейсах. А кратчайший путь к ним – цифровая платформа «Мой экспорт». Аналитика, продвижение, сопровождение поставок. Бесплатно. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». И пошло-поехало. Незначительные физические повреждения, полученные работникам во время выполнения рабочих обязанностей, называются микротравмами. К ним относятся ссадины, синяки и другие повреждения, не повлекшие наступление временной нетрудоспособности. В случае обращения пострадавшего работника, работодатель обязан зарегистрировать микротравму, выяснить ее обстоятельства и причины. Рекомендуем работникам сотрудничать с работодателем при рассмотрении причин микротравмы, даже если к ней привела невнимательность самого работника. Работодатели и работники. Создавайте безопасные условия на рабочих местах вместе. На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы, рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до трех лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию. В Южно-Сахалинске стартовала международная школа «Диалог с Азией». Семидневная программа зимнего интенсива включает лекции и практические занятия, конкурсы на лучшие знания языков Востока, спортивный фестиваль по тэквондо и гастрономический мастер-класс «Вкусовая палитра Азии». Они прокачают свои знания по восточным языкам. Они увидят наших студентов, покажут свои знания, чему обучают в их вузах. Они узнают Сахалин. Я думаю, что они полюбят Сахалин навсегда. В первую очередь я жду от этого интенсива знания. Знания по лингвистике, по специфике своего языка. У меня направление китаистика. Я желаю побольше разобраться вообще в культуре своей страны. Участниками образовательной программы стали 100 молодых людей, прошедших предварительно конкурсный отбор. Среди них 49 представителей ведущих вузов страны, несколько иностранцев, сахалинские студенты и школьники, изучающие востоковедение. В центре «Мой бизнес» завершили обучающую программу для предпринимателей наставничества. В течение трех месяцев участники курса осваивали ключевые навыки ведения бизнеса, создавали собственный проект и получали советы и рекомендации от опытных владельцев своего дела. Слушателями выступили как начинающие, так и уже опытные предприниматели. Очень часто сталкивался с тем, что людям сложно найти какую-то свою идею. И тем более найти механизм, как его реализовать. А проект «Настайничество» как раз-таки именно об этом. Поэтому мне именно эта идея импонировала в данном проекте. Я созрела для того, чтобы делиться своим опытом. Помню себя в начале этого предпринимательского пути. И было очень много вопросов, но никто не мог мне на них ответить. И мне приходилось самостоятельно находить вопросы, находить ответы. Напомню, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Ежегодную акцию «Безопасность на дороге» провели студенты САГУ и сотрудники госавтоинспекции. Волонтеры информировали автолюбителей о новых правилах дорожного движения, которые вступят в силу со следующего года. Каждому, кто остановился, вручили символичный подарок. Слоган сегодняшней нашей акции – «Крепче только чай». Тем самым мы подразумеваем, что лучше выпить чаю и сесть за руль, чем выпить крепкий алкогольный напиток и, не дай Боже, совершить какое-либо происшествие. Уважаемые водители, напоминаем, управление транспортным средством в состоянии опьянения – это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность. С начала года в областном центре привлекли к ответственности несколько десятков человек, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Сахалин в предстоящие выходные примет международные соревнования по тяжелой атлетике «Кубок Дальнего Востока». На помост выйдут 200 атлетов из российских регионов и 10 стран мира. В Южно-Сахалинск уже прибыла сборная «Кубы». Атлеты, среди которых и участник Олимпийских игр, тренируются вместе с сахалинцами. Игорь Антипов узнал о настрое перед важными стартами. Этот зал бокса трансформировали под нужды тяжелоатлетов. Чтобы защитить полы от повреждений, здесь разместили помосты для смягчения ударов штанги. И сегодня богатыри до идеала оттачивают два классических упражнения – «Рывок и толчок». Сахалин на международном турнире представят 25 человек. Одной из опытных штангисток является воспитанница мастера спорта международного класса Максима Шейко, холмчанка Полина Павлович. В свои 14 лет она уже двукратная победительница первенства России. На ее счету около 16 рекордов страны. Сегодня девушка подчиняет в рывке 78, толкает 101 килограмм. Стангу прижимаю плотнее к себе. Неплохо. Можно еще с пояснички вставить получше, будет еще лучше. Мне постоянно нравится выходить на помост и понимать, что я сейчас подниму большие веса. У меня прям такой адреналин для меня. Восстановительный период идет, нагрузки сбавляются, работа более идет на технику. То есть готовимся к дню выступления, осталось до соревнований всего ничего. Чуть больше суток на Сахалин добиралась сборная Кубы. В составе команды и участник Олимпийских игр, чемпионатов мира, победитель континентальных турниров Сайс Вера. Сейчас в рывке мужчина способен поднять 165 кило, а в толчковом упражнении и вовсе берет 206. Остров у вас очень красивый. Со всех сторон омывается морем. Мы приехали, чтобы соревноваться, приложить все усилия на турниры. Единственное, что могу сказать, что у вас очень холодно. Приходите на Китер. 30-й год на Дивиде. 30-й год на Дивиде. 30-й год на Дивиде. Я напоминаю, эти и другие новости вы можете посмотреть на Ютуб-канале ОТВ Сахалин, на сайте информационного портала сах.онлайн и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным. Цифровая платформа msp.rf это более 20 полезных сервисов для предпринимателей и предприятий. Узнайте о региональных федеральных мерах поддержки, пройдите бесплатное обучение, подберите земельный участок, оформите заявку на льготный заем. Станьте поставщиком ритейлеров и производителей. Подробнее на msp.rf Это руки Маши Петровой. Они думают, что уже будущей весной внедрят новую культуру в крупном агрокомплексе. И правильно думают, потому что Маша выпускница профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Ведущие работодатели ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok